Нагнать пакистанцев к себе на канал, это точно накрутка. Накручивает на YouTube. Он накручивает подписчиков, накручивает просмотры. Можно с тем же успехом в камин кидать 100-долларовые купюры. Просмотры есть, комменты есть, лайки есть. Зашибись. Ну, Валерс, пришел твой судный день. Всем привет, друзья! У нас новая рубрика «Как все обманывают всех». Мы будем выбирать интересные ниши. Сегодня у нас YouTube и рассказывать о том, как здесь обманывают и как, собственно, защититься от такого обмана. Я пообщался с тремя крутыми экспертами по YouTube, среди клиентов которых канал Трансформатор, Оскар Хартман, The Interviewer и, конечно же, French TV. Я передаю им слово и периодически тоже буду включаться, чтобы вставить свои 5 копеек, потому что считаю себя экспертом по YouTube. За последний год мы сильно выросли и получаем из YouTube клиентов. Я, кстати, об этом буду рассказывать на бесплатном вебинаре 28 ноября. Поэтому переходите по ссылочке в описании и вот здесь подсказки. Регистрируйтесь, вебинар бесплатный. Я расскажу вам о том, как вы можете получать клиентов из YouTube, не тратя на это слишком много денег. Смотрим выпуск. Первый самый топорный метод, к которому можно вообще прибегнуть, это просто пойти на биржу накруток и купить там просмотры подписчиков. Собственно, какие-то мертвые души, боты или же такие полуживые аккаунты подписываются на канал и делают тебе просмотры. Это, конечно же, очень неправильный путь, потому что через какое-то время YouTube с большой вероятностью определит, что это мертвые души и все эти просмотры, все эти подписчики, они могут быть срезаны. Также может быть заблокирован канал вообще навсегда. Бывали случаи, когда каналу прилетало там спустя полгода, то есть платформа еще на тот момент не умела идентифицировать некоторых там накрутчиков, например, а потом со временем научилась и потом сказала, ну, Валер, пришел твой судный день. И как бы на этом все закончилось. Я не знаю мысли тех или иных людей, зачем они это делают, но я могу лишь предположить, что либо это им просто хочется иметь определенный уровень цифр, и реально есть такие люди. К нам даже обращаются, они говорят, нам нужны просмотры, когда на вопрос зачем надо, логики в этом особо нету. И не совсем, мне кажется, допустим, если взять бизнес-канал, не совсем верный тренд задан, потому что все стремятся к большому количеству просмотров. Ну, нет такого большого количества предпринимателей, если вы на них рассчитываете. 15, 20, там, 50, 100 тысяч просмотров, это вполне адекватные цифры для бизнес-канала, в зависимости, опять-таки, что за контент в том или ином видео. К накруткам мы еще вернемся, я хотел бы поделиться с вами классным инструментом, который использую каждый день в своей работе. Чаще всего этот сайт я открываю первым, когда просыпаюсь, я там смотрю на позиции нашего канала и так далее. Называется этот сайт socialblade.com, у него есть бесплатная версия, есть платные тарифы. Вы можете таким образом анализировать любой канал свой, и не только, если вы хотите с кем-то сотрудничать, обязательно проверьте его по socialblade. Там можно увидеть информацию, которая доступна бесплатно, просто она подана в удобном виде. Это динамика по количеству просмотров и по количеству подписчиков. Если посмотреть на socialblade статистику любого канала за последний месяц, к примеру, то можете увидеть там красные цифры. Это минусы по количеству подписчиков и по количеству просмотров. Если по просмотрам еще как-то можно объяснить, это может быть вполне легитимная история. Например, какой-то ролик был удален. У нас такое было, когда нам заблокировали выпуск с Антоном Лирником за то, что мы включили несколько секунд кадров из фильма «Зомбоящик». Потом все вернули, но в тот день, когда ролик был удален, заблокирован точнее, в socialblade можно было увидеть красный жирный минус 30 тысяч просмотров по нашему каналу. То есть спрашиваете у блогера, у владельца канала, что происходит, почему у него минуса, он должен это вменяемо объяснить. Если же минусы идут по подписчикам, здесь уже более тревожная ситуация, потому что, ну тоже надо, конечно, выяснять, но, скорее всего, если минусов слишком много или слишком часто, или слишком большие они, то речь идет о накрутках. Таким образом можно проверить канал. Много красных цифр, повод для вопросов для блогера. Ну что, рассказывай, как ты накручиваешь на YouTube. Накручиваю на YouTube. Да не накручиваю на YouTube. У тебя много просмотров. Слушай, мы покупаем показы на самом деле. То есть мы достаточно хорошо тратим этот бюджет, там 20-25 тысяч гривен, поэтому... Ничего себе! Да, у нас, ну я тебе скажу честно, у нас хорошо сейчас растет органика, вот, но при этом мы достаточно хорошо пушим сейчас и рекламы. То есть накрутки там, ну, нечасто поступает там предложение, давайте там за 3000 баксов сделаем тебе 100 тысяч подписчиков, но мне это нахрен не нужно, потому что у меня есть там прямая СНГ. Энергия, да, там с моим бизнесом блога. И, собственно, как мне очень нравится, то есть мы вот с Андреем Федором обсуждали, да, то есть пусть это будут там 10-20 тысяч, но это кор, кор аудитория, это будет моя аудитория. Мне нету там задачи нагнать миллион и потом рассказывать там девушкам в бане или, я не знаю, где-то, что я там там блогер-миллионер. Поэтому да, аудиторию покупаем, это факт. Были вообще попытки хотя бы заняться чем-то таким не сильно экологичным, если честно? Слушай, желание было, попыток нет. Тебя ведет кто-то, агентство какое-то? Нет, мы сами это. То есть вы же, ваше агентство занимается диджитал-маркетингом, да? То есть вы сами себя продвигаете. Получается, ты в таком коконе, и тебе никто не может обмануть. Но кто тебя может обмануть? Ты получается фрилансеров не используешь, агентство не используешь? Не знаю, может быть какой-то блогер, который придет и скажет там, чувак, давай мы сделаем с тобой коллаборацию и там нагнать какого-то там непонятного трафика или там ненужную аудиторию. Мы с тобой делали интеграцию в выпуске с Федориум, что ты по ней скажешь? Мы получили очень классный результат и мы получили около 2000 подписчиков. Супер, давай раз мы говорим об интеграциях, порекомендую нашим зрителям перейти на канал Саши Большая Рыба. Вот видите, он у нас на телевизоре, можете там кликнуть, там будет подсказка. Переходите, подписывайтесь, ждите. У Саши очень много крутых предпринимателей. Вот есть интервью с Федориум, есть интервью с Чечеткиным, есть интервью с главой Укрпочты и другие ребята, которые прям обнажаются перед Сашей Кобом. Это что такое? Расскажи, пожалуйста. Друзья, это приз, который мы разыграем вместе с Романом. Все, что нужно, это перейти, разумеется, на Большую Рыбу, подписаться. И 5 декабря с Романом выйдет интервью. Задавайте вопрос мне или Роману, мы с радостью ответим. А среди тех людей, которые обязательно подписаны и оставят свои комментарии, мы разыграем вот этот, вот этот Samsung S9. Возможно, это будет даже я. Возможно, это будет даже Роман или я. Я забуду тебе вопрос. Вот это история про обман. Нет, слушай, призы надо честно разыгрывать, то есть отдадим кому-то. Да. Второй путь, к которому можно пойти, это нагонять нерелевантный трафик. Ну, например, у тебя бизнес-канал, и ты хочешь себе пригнать большое количество подписчиков. Ты идешь на канал, у которого развлекательный контент, вообще не бизнес-аудитория, а какая-то молодежь, которая в возрасте 14-17 лет смотрит развлекательный контент, ну, такого довольно низкого качества, например, да. Ты делаешь интеграцию, рекламу в видео на этом канале, там призывают своих подписчиков переходить на твой канал, подписываться, смотреть видео, а еще ты разыгрываешь какой-то гироскутер или айфон в каждом втором выпуске. А что происходит? Это аудитория того канала 14-17 лет приходит на твой, подписывается, ты получаешь большой прирост аудитории, плюс 10 тысяч подписчиков сразу же, плюс 20 тысяч подписчиков. Но просмотры, активность какую-то эта аудитория тебе не дает. То есть цифра получается красивой, вроде как и подписчики более-менее живые, просмотры настоящие, но насколько эта аудитория активна для рекламодателя, она, наверное, не очень интересна. Если рекламодатель не разбирается в этой теме глубоко, он не вникает, не проводит мониторинг анализ канала твоего, он платит тебе деньги, интегрируется, а выхлоп получает от этого минимальный. Есть еще один классный способ проверки канала. Что нужно сделать? Если вы хотите разместить свою рекламу или сделать интеграцию или коллаборацию с каким-то каналом или просто проверить своих, например, конкурентов, вы можете включить колокольчик, подписаться на канал, такой, который вы хотите проверить, включить там колокольчик, чтобы получить уведомления сразу же, как только выходит новый выпуск. Кстати, рекомендую это сделать в любом случае на канале French TV, потому что все наши выпуски настолько божественные и прекрасные, что не стоит их пропускать. Так вот, на канале, который вас интересует, включаете колокольчик, и как только выходит выпуск, переходите и смотрите, что происходит. Самое интересное, на что стоит обратить внимание, это вовлечение в первые часы после выхода выпуска, когда еще не включились механизмы накрутки. Вы можете увидеть количество комментариев, какие это комментарии, количество лайков и количество, конечно же, просмотров. Это очень о многом вам скажет. Я вам хочу привести один пример, как выглядит органика на одном канале после выхода выпуска. Это канал Мария Про. Сразу скажу, никакого хейта здесь нет. Мария прекрасная девушка, она делает хорошее, достойное интервью. Я, например, смотрел с Ицхаком Пентасевичем, мне очень понравилось. Но те ребята, которые занимаются раскруткой этого канала, может быть, Мария сама в курсе, они не очень качественно выполняют свою работу. Это прям бросается в глаза. Допустим, выходит свежий выпуск. Вы посмотрите, он вышел 50 минут назад. И у него на текущий момент 82 просмотра всего лишь. Ну да, счетчик на YouTube запаздывает. И допустим, там не 82, а 164. То есть, в два раза больше. Но все равно это очень мало для канала, где якобы 232 тысячи подписчиков. Это очень мало. Там должно быть в разы больше. Ну а комментарии, конечно же, ничего кроме смеха не вызывают. Там постоянно в роликах на этом канале первые комменты. Это какая-то реклама криптовалюты, какой-то бред. Какие-то боты, в общем, там пишут. Через несколько дней, как правило, все исправляется. Там уже 200 тысяч просмотров. Уже какие-то комментарии появляются. Уже лайков очень много. Но это потому, что включились механизмы накрутки. Так что, друзья, если хотите проверить канал, то обязательно следите за ним, что происходит в первые часы после выхода выпуска. Насколько лояльна у него аудитория. Насколько живая она. Что она пишет. Насколько она живо реагирует. Ставит лайки или дизлайки. Дизлайк это тоже реакция. Напомню. Поэтому, друзья, вот такой очень простой, но не все используют этот способ для оценки канала. Когда вы захотите рекламировать свой канал, чаще всего люди неадекватно подходят к этому вопросу, потому что их канал еще не готов к рекламе. И это в подавляющем большинстве случаев, потому что нет четкого твердого контента. Когда нет четкого твердого контента, это просто можно с тем же успехом в камин кидать 100-долларовые купюры. То же самое будет. Но это зато веселее будет, что рассказать друзьям. Да, это хотя бы можно было интересно. Можно stories записать, можно, я не знаю, что-нибудь сделать прикольно. Но когда люди вкидывают деньги в рекламу, даже если они небольшие, особенно если они небольшие, давайте тысячу просмотров купим. Или давайте прорекламируемся на канале с тысячами подписчиками. Чаще всего вы не получите никакого эффекта, потому что смысла в этом как такового нет. И вот один из таких публичных кейсов, который был относительно недавно, это канал Игоря Рыбакова, который взлетел на платформу и сразу там с первого выпуска, то есть получил около 400 тысяч просмотров его видео, самое первое на канале его можно посмотреть. И оно собрало помимо 400 тысяч просмотров, еще огромное количество дизлайков, больше 20 тысяч, и комментариев от DCA, которые там пишут всякие бугагашинки, лолки, чебурек. То есть вот это вот все можно найти под каналом миллиардера. Это выглядит очень забавно. Это просто неверно подобранная целевая аудитория. Канал рекламируется, скорее всего, на каком-то развлекательном контенте. И он изначально был оформлен как развлекательный контент. Если посмотреть на превьюшки, они очень яркие, которые не свойственны, чаще всего для бизнес-контента, больше для развлекательного контента. Интересный пример нагона трафика и аудитории на канал, нерелевантной аудитории на канал, мы недавно видели у одного из наших клиентов. Мы занимались каналом, который позиционировался как бизнес-канал для взрослой аудитории. И у него в похожих было очень много детских каналов. Там, где дети лепят пластилином, бегают, играют в какие-то игры, то есть контент для детей 3-7 лет. Мы не могли понять, почему это происходит. До нас занималось этим каналом другое агентство. Мы начали копать глубже, выяснили, что это агентство ведет, занимается несколькими детскими каналами. И для того, чтобы нагнать трафик органический на вот этот бизнес-канал, они в детском контенте устанавливали закрывающие окна, подсказки и в описании писали как раз ссылки на бизнес-канал. То есть что происходило? Дети смотрели детское видео, в конце им появлялась заставка «Следующее видео, закрывающее окно бизнес-канала». Они нажимали, переходили, смотрели каких-то там 10-20 секунд, бизнес-контент, они могли понять, зачем это нужно, отключали, уходили. Плакали. Плакали, да. Но бизнес-канал получал трафик органический. Видимо, это был один из KPI этого агентства. Привлечь органический трафик из YouTube. Это был органический трафик из похожих видео. Но аудитория этого трафика, она была вообще не нужна этому бизнес-каналу. Давайте я вам визуально покажу, что происходит, о чем говорил Андрей. Значит, обязательно смотрите на рубрику «Похожие видео» справа на главной странице канала. И сравнивайте это с тем, как позиционировать себя канал, потому что эту рубрику, этот блог нельзя обмануть. Его YouTube сам выводит. Поэтому, если у вас бизнес-каналы, там детские каналы в списке, то это говорит о том, что ребята некачественно продвигаются, и у них на канале много нерелевантной аудитории. Я вам сейчас покажу несколько скриншотов деловых бизнес-каналов, в том числе наш. И вы сами сможете убедиться в том, кто делает правильно, кто собирает действительно релевантную бизнес-аудиторию, а кто занимается, ну, не совсем, наверное, честными способами раскрутки и продвигает свои каналы на детей, например, которые совершенно ничего полезного не несут ни для самого канала, ни, собственно, для рекламодателей, которые, думаю, что размещают рекламу своего продукта, содержащего семерку в названии, на бизнес-канале оказывается, что рекламируют это для детей. Каналы, которые продвигаются, и чаще всего продвигаются за большие бюджеты, авторы или владельцы этих каналов, они не интересуются, не влазят в аналитики Ютуба, то есть они, как правило, ну, просто там смотрят. Просмотры есть, комменты есть, лайки есть, зашибись. Показатели количества подписчиков и количества просмотров, конечно же, они важны, но это не все, на что должен смотреть рекламодатель. Обязательно нужно посмотреть внутреннюю аналитику канала, которую блогер должен предоставить. Глубина просмотра – это очень важный показатель, который говорит о заинтересованности аудитории. Если глубина просмотра больше 30%, это говорит о том, что аудитория внимательно смотрит контент, и контент для нее интересен, то есть аудитория релевантная. Если глубина просмотров ниже 20%, средняя глубина просмотра ролика, это говорит о том, что аудитория недостаточно внимательно смотрит этот контент, либо же о том, что просмотров органических не так уж много, большинство это рекламные просмотры. Если вы собираетесь сотрудничать с кем-либо, то вам необходимо запросить у канала, с которым вы планируете сотрудничать, скриншоты из раздела «Демография». В разделе «Демография» вы можете увидеть следующие параметры – пол, возраст и местоположение. Те, кто заказывают накрутку, у них, как правило, просмотры идут Индия, Пакистан, Бразилия, Аргентина. Это самый дешевый уровень трафика, и, соответственно, люди, которые заказывают его, они его просто по самой дешевой цене заказывают. Если такое есть в Аналитии, то, конечно, такой канал не имеет живых просмотров и живых подписчиков чаще всего. Он и себе очень сильно вредит, поскольку его YouTube начинает рекомендовать в тех странах, в которых он производит эту накрутку, что, соответственно, ему не помогает. Если у вас такая странная идея возникнет – нагнать пакистанцев к себе на канал, то это стоит очень дешево. В этом, условно, тысячу можете за доллар нагнать просмотров таких вот веселых пакистанцев. Но они вам никак не помогут в продвижении вашего контента. Можно еще показать источники трафика. Как правило, на 95% каналов будут первые два источника трафика – это рекомендации. И второй – это раздел, в который можно смотреть, в который входит фид-подписка, колокольчик, уведомления, то есть плейлисты. А вот у нас на третьем месте реклама, но это официальная реклама Google Ads. Да, мы, естественно, тоже используем Google Ads, и это абсолютно нормально. Это не накрутка, это официальный инструмент, который позволяет показывать целевой аудитории ваш контент. Когда есть внешние источники, это не всегда плохо, но это иногда может быть с Инстаграма. Условно, у какого-то человека большая аудитория в Инстаграм, и он пушит свой видос через Инсту. И тогда у него, в принципе, логично, что это будет внешний источник. Но есть внешние источники другого характера. Внешний источник такой, как Reddit. Это есть социальная сеть. Она очень странная, я в ней ни хера не могу понять и разобраться. Тем не менее, в аналитике каналов, которые используют накрутку, есть такой источник трафика, как Reddit. Чаще всего он огромное количество несет просмотров с хорошим удержанием. Но то, что отображается в аналитике, как внешние источники и Reddit, и там большое количество просмотров, это точно накрутка. То есть это можно, вот если такое вы увидели на каком-то канале, или запросили, например, такие скриншоты, там попросили это сделать. Если вам, конечно, кто-то их даст, потому что чаще всего, если человек точно накручивает, если вы настолько глубоко начнете копать, то вряд ли он их предоставит, чтобы он сам себя дискредитировал. То есть те, кто использует не совсем экологичные методы продвижения и знает об этом, скорее всего, будут отказывать тебе в предоставлении статистики? Я думаю, что это как раз и будет неким индикатором, что человек что-то не договаривает. Потому что если у человека все окей с аналитикой, то нет никаких проблем предоставить свою демографию, потому что это не секретные данные, это не финансовые результаты канала. Неконфиденциальная информация. То есть условно можно сказать, да, меня смотрят 50% мужчин, например, из России. Какая проблема? Если там Индонезия с Пакистаном, то как бы да, скорее всего, человек не захочет показывать этот скриншот. Если видео собирает много комментариев, каких-то обсуждений, это хорошо, потому что аудитория внимательно смотрит, вовлекается и как-то вступает в диалог с автором. Если же комментариев очень мало, либо же эти комментарии, они абсолютно неадекватные, там какие-то вырванные фразы, латинские буквы или же стандартные фразы, типа «отличное видео», «спасибо за видео», «очень хорошее видео», это говорит о том, что эти комментарии тоже могут быть куплены, то есть их пишут боты, либо же люди за деньги, а не живая аудитория. Это очень важные показатели. Это ненормально, если на полмиллиона просмотров, там условно, там 100, меньше 100 комментариев, такого не бывает. Можно посмотреть на… Вообще всегда лучше сравнивать с другими каналами, то есть если вы хотите на каком-то канале взять рекламу, откройте с десяток таких каналов во вкладке, посмотрите, как у них… У них, как правило, вы увидите общие закономерности какие-то, и это позволит в совокупности сделать какие-то уже адекватные решения, стоит ли своему действовать или нет. Друзья, я не просто так надел пиджак, чтобы выглядеть более солидно и умно, потому что я 27 ноября иду на крупнейший инвестиционный форум, который называется «Инвестсаммит». Он пройдет в Киеве, в НСК Олимпийске, это будет огромное событие, где соберутся инвесторы, где соберутся менторы, где соберутся стартапы, где соберутся IT-индустрия, маркетинг. Там будет большая такая машина по получению вдохновения, большого количества знаний. Туда приедут известные спикеры со всего мира, будут проходить стартап-баттлы, будет такой формат, как спид-менторинг, когда вы можете очень быстро получить консультацию, менторство очень крутых ребят. И, конечно же, будет нетворки. Мы там тоже будем, там будет зона, экспозона с компаниями, более 120 компаний, которые будут представлять свои услуги. И мы, конечно, с упаковкой франшиз там также будем находиться, поэтому приходите, будем рады пообщаться, это очень интересное мероприятие. Я оставлю ссылочку на подробную информацию об этом ивенте в описании, плюс вот здесь в подсказочке. Переходите, смотрите и до встречи 27 ноября в НСК Олимпийский. Если же агентство или фрилансер, который настраивает рекламу, продает рекламу рекламодателю за какую-то стандартную стоимость, то есть, например, ваша реклама будет стоить 20 копеек за один просмотр. Берет 20 копеек, делает широкий таргетинг, настраивает рекламу на какую-то аудиторию менее релевантную, чем нужна рекламодателю, и получает результат по 5 копеек за просмотр. Соответственно, 15 копеек он просто забирает себе. Мы, как агентство-обладатель статуса Google-партнера, работаем по открытой модели. Мы, разумеется, показываем рекламодателю всю статистику результата Аукциона, стоимость просмотра, где была откручена реклама, кто ее увидел, как она привела к взаимодействию с аудиторией. Мы делаем это в рекламном кабинете заказчика, либо в своем рекламном кабинете, и просто предоставляем полную информацию, статистику, полный отчет. И берем фиксированную комиссию от бюджета. Накрутки, как сейчас, это очень конкурентная ниша. Если забить в поисковик Google или Яндекс накрутка просмотров на YouTube, то вас удивит огромное количество рекламных объявлений, потому что люди борются за этих клиентов, потому что огромное количество людей. Они не умеют делать классный контент, и они почему-то думают, что если они пригонят просмотры, то это поможет в продвижении их канала. Так не работает. Не работает это так. Просмотры не помогают поднимать видеоролик. Когда-то давно платформа, лет 5 назад, это, возможно, могло сработать. Сейчас это... Я не видел прецедентов, чтобы это успешно работало, потому что чаще всего сейчас это просто слив бабла, поскольку это не помогает видеоролику точно. Это только ему вредить может. Да, еще одна сторона, которая может быть в этом круговороте обмана, это, собственно, рекламодатель, который может обмануть блогера, у которого размещают рекламу. Как это происходит? Ну, к примеру, рекламодатель обращается к блогеру, тот рекламирует, а рекламодатель не платит. Точка. Тут все коротко и ясно. Очень хороший, веселый пример был на рынке, если не ошибаюсь, актер Панин, который выпустил видео в качестве блогера, что друзья, голосуйте за Ивана Ивановича, это самый лучший мэр для нашего города, я его лично знаю, лично его рекомендую. Пожалуйста, отдайте свой голос за него, потому что тогда в нашем городе будет полный порядок. Видимо, ему этот заказчик Иван Иванович не заплатил. Следующее видео вышло, в котором Панин говорит, друзья, ни в коем случае не голосуйте за Ивана Ивановича, это очень недобросовестный человек, они мне деньги за рекламу не заплатили, хотели, чтобы я его прорекламировал, я это сделал, они со мной не рассчитались, поэтому это все был обман. Но в этом случае, наверное, больше, конечно, пострадал сам блогер, потому что выглядело это довольно смешно. Блогер, автор канала, может также поступить недобросовестно по отношению к своим зрителям. Давайте рассмотрим пример. Я блогер, у которого миллион подписчиков. Роман ко мне пришел и говорит, Андрей, прорекламируй, пожалуйста, нашу услугу по упаковке франшиз. Я говорю, хорошо, нет проблем. Первый тип рекламы, который я могу разместить в своем блоге. Я делаю такую рекламную врезку и говорю, друзья, есть замечательная услуга, упаковка франшиз, которой занимается компания Франч. Ссылка в описании, хотите узнать подробнее, переходите, узнавайте, обращайтесь, вам ребята все расскажут и ответят. Здесь первый тип рекламы. Это такая рекламная врезка, которая просто анонсирует некий сервис или услугу. Я говорю, что обращайтесь к ребятам, они вам помогут, есть адрес сайта. В данном случае, конечно же, это выглядит как рекламная пауза. И по факту ответственность, ну точно она ложится исключительно на рекламодателя, потому что меня попросили, я прорекламировал, а дальше уже ребята, сами общайтесь, разбирайтесь. И теперь второй тип рекламы, который может быть. Я рассказываю, друзья, я недавно запустил новый супер продукт, носки зеленого цвета с красными полосками. И я захотел открыть франшизу по производству, по продаже этих носков по всему миру. Я обратился к Роману, совершенно случайно с ним познакомился. Это компания Франч. Он стал моим лучшим другом. Он стал моим лучшим другом, ментором. Эта компания для меня разработала специальную франшизу. В результате этого я заработал на носках 2 миллиарда долларов. Моя вам рекомендация, обращайтесь к Роману. Как эта рекламная врезка выглядит, как личная рекомендация. То есть я как будто к кому-то обратился, и ребята для меня что-то сделали очень важное. Это сработало очень эффективно. И в результате я эту услугу рекламирую от себя лично, как личный опыт. И рекомендую, отвечая за их качество услуг, фактически отвечая за порядочность этих людей перед своими зрителями. Ну, с нами тебе нечего бояться. Все хорошо, кроме того, что ты на носках не заработаешь 2 миллиарда. А так все правда. Всему свое время. После этого, если зрители, посмотрев это видео, приходят в какую-то компанию, которую я рекламировал, обращаются. Там им оказывают очень некачественную услугу. Там их обманывают, деньги забирают. Зрители фактически, конечно же, чувствуют, что я должен за это отвечать, потому что я вроде как лично за них получился и порекомендовал. Ну, это все, друзья. Надеюсь, что было полезно. Надеюсь, что вам понравилась наша новая рубрика «Все кидают всех». Сегодня мы говорили о YouTube. О чем бы вам интересно было бы узнать? В какой нише, как вам кажется, все кидают всех? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну, а теперь наш любимый конкурс. Я хотел бы разыграть. Не знаю, эта книжка у меня давно уже лежит на полке. Я купил ее какое-то время назад в Москве. И называется «Как разговаривать с мудаками». Я не решался разыгрывать ее в каком-то выпуске, где у меня было интервью по понятным причинам. Могли подумать что-то не то про моего спикера. На самом деле, я с мудаками как раз и не разговаривал. И вам, наверное, тоже было бы полезно узнать, как этого не делать. В общем, если захотите, я ставлю на ней свой автограф. И, друзья, что нужно сделать для этого? Конечно же, подписаться на канал, включить колокольчик. Помните, для чего теперь вам это нужно? Приходите смотреть нашу органику. Поставьте лайк. И, конечно же, напишите комментарий. Очень хочется узнать. Я давно у вас не спрашивал, кого вы смотрите на YouTube. Какие каналы? Какие каналы вы стали смотреть вот за последний год, например? Какие перестали смотреть? И самое главное, почему? Я выберу лучший комментарий и вручу его автору вот эту книжку. Ну вот и все, друзья. Я надеюсь, что вы не зря провели эти полчаса с нами. Увидимся с вами уже очень скоро. До встречи. Пока. И никогда не общайтесь с мудаками. Субтитры сделал DimaTorzok